Всем привет! Всем доброе утро! Слушайте, у нас такой ветер поднялся, поэтому у нас с утра тут не без происшествия. Я не знаю, где папа. Жень, где папа? Жень! Ой! Пап! Где пап? Нету. А где он? Женя, где папа? А, он же машину хотел чинить. Там у него какой-то инструмент провалился. Тогони, 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 тогони. Папа! Папа! Там арка упала. Ну, хренский, пускай не везет. Я просто сегодня сидела, пока в доме. Илюха прибегает, говорит, арка упала. А? Это что? Это упала, да, я ее воткнула. Ну, она падает. Я ее тоже уже пыталась. Да? Все надо убирать. Ну, понятно. Тяжелая? Да. И парусность большая. Парусность. Ладно. Сейчас ее вот здесь надо будет переставлять. Внизу. Ладно, сейчас переставлю. Как там просто злиться? У него ключ упал внутрь. Чинил машину, упал ключ, и он его достать не может. И застрял, он на землю тоже не падает. Вот так. Ну, ладно, надеюсь, что будет стоять. За три часа у нас температура воздуха упала на 7 градусов. Я сейчас стою, и мне холодно. Слушайте, это просто какой-то кошмар. Каждый раз переход к весне, это для меня что-то ужасное. Я очень хочу жить в более стабильном климате, потому что это мне явно не подходит. И у меня снова болит башка, но это уже дело десятое. Мне, кстати, в личку иногда пишут, говорят, что, типа, задумайтесь, у вас очень часто болит голова, наверное, что-то не так. Ребят, не приписывайте мне диагнозы серьезно. Я проверялась много раз, все у меня там в порядке, все с головой отлично, тьфу-тьфу-тьфу. Я просто безумно зависимый метео-человек, вот так вот. Точнее, наоборот, я безумно метео-зависимый человек. Поэтому, нет, конечно, все нормально, но прям похолодало сильно. Сейчас, наверное, где-то, сколько на градуснике? 21, а утром было 27. Даже, наверное, чуть больше. Вот так. Пошла я? Пендал вин пить, как обычно, и чай. Приоделся, что, ходить идешь? Я вижу, что уже хамя. Эй, мимо пойдешь? Да, только, наверное, не по длину. А как? А где? Неохота. Ну, щас какой-нибудь. Дальник, наверное. Всего-то? Да по воде насходи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дождь намечается. Сегодня обещали? Сначала обещали, щас посмотрел, он подъезжает, сидя, сядь. А то тучки-то ходят. Тучки ходят. И ветер поднялся. Да, и похолодало. Одна я не оделась, вы все оделись, а я не оделась. Мне тоже надо одеться. Не май. Совсем не май. И даже не лето, и даже не август, судя по ощущениям. Ну, давай, потому что я сейчас Машку покормлю и тоже, наверное, пойду. Ну, я пойду часов шесть, наверное, где-то так. А куда пойдешь? Я по-большому пойду. У меня очень круги плохо закрываются. Ну, я сегодня снимал их, когда машина... Ой, да ладно! А так был меня уже, знаешь, был... Да все бы закрылось, да? Сделал машину? Ну, поставилась, развелась, радио выстроил. Там, оказывается, можно выставлять 18 танцев. Я только узнал на девятом году. А куда тебе 18? Ты же 18 не слушаешь, наверное. Да я одну какую-нибудь слушаю, ну так. Юмор ФМ себе поставь. Не нашел, нашел. Восемьдесят восемьдесят три. Комедийный нашел какой-то. Комедий? Да. Юмор ФМ восемьдесят восемьдесят три или восемьдесят восемьдесят... Что-то такое, восемьдесят восемьдесят три по-моему. У меня постоянно стоит. Мне так нравится. Там и КВН, вырезки и все, что хочешь. Восемьдесят восемьдесят? Да. Восемьдесят восемьдесят. Ладно. Давай. А короткий путь я не поняла. Это где? Это какой? Ну я не знаю. Может сразу в метрострой, а там по другой улице. А. Смотри, там на одной улице собаки. Это, по-моему, на Ниве? Центральной. Нет. Метростроевская последняя линия. Дальше идет Нива. За магазином следующее. Вот ты из леса в магазин выходишь? Да? Ну когда как, да. Вот если из леса в магазин вышел, а от магазина пошел не направо вниз к колодцу к лесу, а налево. И вот сразу линия налево поворот, вот на ней собаки. Собаки. Я там не ходил. Ну вот ты не ходи. Они там на участке тусуются, на заброшенном. И они... Ну так, короче, уже много лет там она уже и щенков наплодила, и там щенки уже выросли. То есть там такая... А кто их подкармливает? Местные. С соседних участков. Один участок заброшен, они там под забором пролазят и живут на нем. Там никого нет. Там вещи? Мальчик какой-то стоит, и вот такой вот бурьян на всем участке. Их там и не видно, они из этой травы прям вылетают. Страсти, страсти. Или баллон возьми с собой. Я женю с собой. Да, зверь. Понятно. Ладно, пошла кормить. Мелочь. О, так мило. Сейчас выхожу на кухню, а здесь морковка лежит, помытая, почищена. Это Маша периодически приносит друг. Машка очень любит морковку. Вот он заходит иногда. И вот сегодня Машки не было. Он когда заходил, папа был. Вот, и он ей морковку оставил. Презентик. То, что я весь день косила, не повод отлынивать от хождения. Пошли. Все. Иду закрывать калитку. Маша уже вернулась. У детей сегодня просто мега продуктивный день. Они сегодня успели сделать слаймы. Успели их выбросить. Успели их пожмакать. Смешать. В общем, что они сегодня только не успели сделать. Что-то поссориться. Успели помириться. В общем, жизнь кипит. Ой, как там говорится, жизнь бьет ключом и чаще всего по голове. Вот. Так что Маша сегодня обучала художественной гимнастике. Машу обучали самбо. Этому. Борьбе. Борьбе. Вот. Так что у них сегодня просто мега супер-пупер активный день. Я сегодня целый день косила. И вот сейчас только что пришла с ходьбы. Мне очень нравится. Не перестаю просто восхищаться ходьбой, потому что ничего не болит после этого дела. О, лягушка. Надо Женю позвать. Вот. Мне сейчас надо будет идти причесывать Женю, потому что это такое ктулху. Она сняла с себя все резинки. Все теперь вот так. Она теперь у меня этот... Даже не знаю, как назвать. Вот такие гитаристы такие, которые головой все тинь-тинь-тинь. Вот. Все. Пойдем ужинать. Отдыхать. И все такое. Блин, я уже столько вечеров хочу порисовать картины. У меня все никак времени не хватает. Слушайте, ты помнишь, что делать? Да. Что? Вложиться ко сну. Готовиться ко сну. Готовиться ко сну. А еще что? Читается табличка. Молодец, умница. Давай, приступай, Маша. Это будет очень поздно, хорошо? Вау. Вау, да. Я туда крема и гель для рук добавила. Понятно. Так, Мышонок, а я скоро приду, хорошо? Угу. Только давай честно, ладно? Да. Я к Верочке пойду схожу. Недолго. И выбирать опять свою ямельку? Да. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да. Поиграйся. А сейчас оно нет. Поздно уже. Поздно. Тебе нужно спать ложиться с кожей. Можно тогда я сейчас села? Можно, только если ты мне обещаешь, что будешь читать. Да. Ааа, я иду гулять. Да, я иду на гульки. Я иду к Вероньке. К Вере. Сейчас выходила из калитки и грохнула свой телефон. Первый раз с момента покупки я его уронила. Слушайте, я сейчас мимо дороги пройду. На меня светит вспышка от камеры, чтобы хоть вы меня видели. А я вот ничего не вижу. Да. Я очень аккуратно обращаюсь к телефону. И вот сколько времени прошло уже, да? Год. Почти год. Первый раз я его уронила возле калитки. Впервые вообще. Так, ничего не вижу. Меня как-то спрашивали, страшно мне тут ходить вот так вот в темноте или нет. Нет, вообще не страшно. Я абсолютно, я себя чувствую здесь абсолютно в безопасности. Мне никогда не страшно было здесь ходить по ночам. Мы здесь очень много гуляли. И в основном, конечно, вот и ночью часто гуляли. Так что нет. Мне здесь вообще не страшно. И я здесь всех знаю. Все меня знают. Так что... Я тут как дома. Везде. Вплоть до того, что вот я себя слепила вспышкой, да? Я не вижу, куда я иду. Но мне даже и не надо, потому что я... Я и так здесь каждую ямку знаю. Я и так каждую ямку помню. Мне это все не обязательно. Твоего проигрыша? Конечно. Хорошо. Давай, сдавайся. Сдавайся, Вера. Ща-з. у тебя выхода нет сдавайся потеря потерь не сметь приближаться так хорошо помешал да вроде насколько возможно и туда я старалась пробовать так ты если чего по ходу объясни правила потому что я слушала тебя конечно но в пол голоса да погнали так без полей вообще если вообще абсолютно ладно окей а понеслась без полей у меня уже вопрос вот тут дорога заканчивается нет продолжается да вот этот продолжается здесь моста здесь она проходит под ним понятно блин ну ладно я мостик хочу хитрая на ну что нам лови мне некуда фу-фу на тебя было дорогу да конечно кто первый меня обидел тебя видишь да а зачем ты 2 дорога у меня монастырь а а че я дорогу не заняла не знаю ты слушай ты хочешь мостик можно было повернуть его я не догадалась да бывает ладно но практически только тебе тогда изгибаться нужно сильнее чтобы встать на мостик спи в спинке изгибаться когда назад станет встаешь надо спинки сильнее загнуться чтобы на мостик встать да да ну что двумя сразу ничего страшного главное что ты когда перекинулась ты сразу спиночку подогнула немножечко не обязательно сильно в сторону разведешь подскользнешься на ширину плеч тебе надо не шире да нормально все женя кыш спинку не согнула поэтому приземлилась на попу не хватило высоты спинку гни когда перелетаешь через середину до выгибаешь когда уже вот наверху нет рано рано вот молодец вот идеально получилось умница до середины вот так вот ноги подняла а здесь уже можно и загнуть по очереди давай обычно делал ну вот сейчас как ты сделала вот до середины нормально потом спинку изгибаешь и приземлил давай молодец умница далеко ничего страшного ничего страшного научишься научишься куть но ты и так хорошо делаешь я так не умею нет и в детстве не умела правда нет я не занималась художественной гимнастикой танцами занималась какое-то время но недолго да еще попробуешь не устала ать не загнула спинку отдохни может нет нет тебе нравится молодец молодец умница ничего страшного машины все сразу хорошо у тебя получается что у меня решила сама себе сделать солнышко давай кофе даже вкуснее наконец она сделала а как же пальцы береги только пальцы берегу чего горит под ой фу да что-то горит давай мать дорезай посмотрим что там горит можно и я конечно пойдем поскольку слушай горью так пахнет а у кого не знаю от илюхи илюша сгорел подгорел фу да нет явно за домом здесь ничего не горит нет где-то там что-ли забавно нигде ничего нет может быть выскочи посмотри выгляни такая прям гарь как будто шины резиновые жгут автомобильные ночи ничего не горит ну пошли тогда солнышко доделывать ну да до сих пор пахнет ну что делать стой стой наверное у тебя тут крестик весь запутался стул все давай беги пойдемте скорее солнышко делать пойдем пойдем ну понятно так теперь сковородочка они сначала масло зимой приготовила себе место для еды молодец умница потому что мама сказал что здесь так я думаю что сковородочка наверно разогрелась я класть палочки твои которые ты нарезала . палочки пока пока только палочки да мы туда кучей нет по одной я боюсь по одной не бойся давай я одну попробую и все нормально главное не касается сковороды и масла вот так вот так правильно клади как-то так вот они уже шкварчать начинают так все теперь теперь будем помешивать так теперь лопаточкой да ничего мне там не сгорит пока ты видишь что горит нет видишь что жарится правильно им там горячо им там горячо ты сковороду не трогаешь лопаткой пожалуйста это не сожжется штучка нет сейчас подожди поджарится на одной стороне и выше их переворачивать лопаткой только раз я узнала что на какой-то стороне перевернешь одну посмотришь как она там румяная или еще нет мне кажется вот это вот уже должно быть румяной переверни посмотри как-то не так пока нет рано переворачиваешь подожди дай им поджарится я со всех сторон сразу поджариваю и надо еще посолить ты же солененькие любишь да я люблю очень сильно соли сейчас что ли да я вот так повыше повыше руку обожжешь соли если маловато еще возьми мне кажется нормально потом может блюдо уже добавлю перевернемся ничего пока нет твердеют конечно потихонечку значит еще рано да и поджарится на одной стране потом будешь переворачивать сейчас я тут смотрю каждую эту мама мне страшно вдруг все же говорит нет но ты же контролируешь процесс будет гореть за ручку взяла сковороду она холодная не бойся за ручку взяла и подвинула на соседнюю комфорку она не горит комфорка и все понял ау да я скоро дай мне очень часто переворачиваешь они поджарится не успевает машин мама что это не так качаются под ними масло кипит мне кажется они уже привыкли не переворачиваю часто не поджарится подожди или поджарится в малом да подожди да им поджарится на одной стороне потом будешь смотреть в екитарии молодец все приготовила себе садись кушай пускай постынет вилка тебе зачем чтоб поправлять и просто так я же тебе уже сказала молодец не понимал а чай будешь себе делать чай да что ну ладно пора ехать за димкой сегодня он приезжает сейчас его встречать давно его не было он сегодня сразу после работы машуль не надо там сегодня в костер никто разводить не будет это на та самая замена такие прикольные и цвет под заказ и блестки под заказ форма под заказ размер под заказ все что угодно ничего себе вот это и прям такие же качественные ну слушай я как тут поставил у меня сразу пошло да вот это полная копия из шайнера ну кого из шайнер от кейтэч не важно короче достаточно известный в рыболовном этой сфере приманки полная копия абсолютно да я потрогаю ну ладно чай сейчас осторожно руки пахнут да да фу блин ну конечно фу блин кстати вот эти маленькие зеленые они очень приятно пахнут чем лягушками нет они каким-то фрутеллой пахнут вот эти вот он ароматизаторы добавляет да 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 я не помню какие нет мелкие самые нет вот мелкие нет нет еще одни это еще такие же есть вонючка она вонючка но пачка оригинала стоит что-то 50-600 рублей на это откуда интересно он берет силикон я не стал спрашивать откуда он берет силиконов и наберет блестки и блестки ладно рукодельный магазин пропитывает от силикон хорошо это тоже можно в рукодельном магазине взять просто блестки и ароматизаторы это все есть в рукодельном магазине и краски тоже в рукодельном магазине для этого но силикон ну на каких-то центрифугах он как-то отливает я не знаю парень спикера вот у меня ребята его контакт салли ну такой калимар ну что склея из какого-то нет вообще это силикон наверное не было нет ты знаешь и он ну предлагал я не брал просто еще такие мохнатые силикончики но смысле тебе объяснить у них очень много таких вот вот круглых нарезок а я поняла да вот как вот здесь вот видишь рифленый это означает что он это льет там не в формочке в какой-то центрифуге просто почему не обязательно может формочка рифленая ну нет мне кажется так не зальешь в общем мы подумали что этот центрифугу так что поедем сентябре поздравляем тебя давай покажем хочешь смотри какая у меня хвостуша до классная это наш нет нет ничего нечего такой яркой ну так и должны не ну сделай поменьше раз так не надо и куда-то еще и дом увешать вешать никуда нам не будешь надует двумя спектрами светит ну я поставила специально можно но тогда им тебя и лицо будет желтым я забил синеватая сама-то синеватая ну синеватая ну блин суши клёвая на вешаю где-нибудь у нас дом зачем ее вешать она на треноге блин и куда ты поставишь дома надо мне я понимаю что тебе надо куда ты поставишь выброшу твою резину и поставлю моя резина лежит на полочках ну вот и она будет на поле на сучке избавились вот эту лампу чего кто избавился ну вот от вот этой вот да теперь будет это я до сих пор над кроватью боюсь одеялом замахивать хотя да хотя я уже понимаю что вот этой фигни нет не на на классные но на нее надо не так смотреть а еще вы меня последнее время видите с вот такими вот кудряшками завитушками сейчас плохо видно у меня на хвосте но до этого вы меня видели с распущенными короче очень классная штука я себе недавно я купила на самом деле давно уже мечтала попробовать это щипцы для волос но они без зажима то есть это конус сейчас покажу какие взяла взяла самые дешевые чисто попробовать боялась вдруг мне не понравится но мне очень понравилось они классные и у меня вот такие вот щипцы это скарлетт здесь нет никаких наворотов здесь просто включить и выключить он вот и вот такой вот конус конус ну не очень так вот он тоненький нормальный от толстого к тоненькому с покрытием с керамическим они очень быстро нагреваются и очень хорошо накручивают то есть я держу буквально несколько секунд прядь накрученную на него вот и все и отпускаю и все и у меня готовый завиток который очень долго держится короче штука классность обошлась она мне около примерно 800 рублей если ссылочку найду то обязательно скину попробуйте попробуйте